Ученица 7 класса Химкинской школы Лига 1 Дарья Чернявская вписала себя в историю развития городского округа Химкин. Школьница записала обращение к президенту с просьбой построить в Химках парк памяти героев-журналистов. Девочку потрясла новость о гибели военного корреспондента телеканала «Россия-24» Бориса Максудова, который был смертельно ранен на съемках репортажа в Запорожской области. Ее обращение показали в новостях телеканалов. Впрочем, еще до начала прямой линии президента Дарья Чернявская успела попасть на прием к главе округа Дмитрия Волошина, где учащиеся школы Лига 1 предлагали свои идеи по улучшению городского округа. Нужно создать парк, который посвященный журналистам, героям-журналистам. И дети, которые будут приходить с занятий домой, могут пойти погулять и узнать больше о... или узнать, или вспомнить про героев-журналистов. Глава Химок Дмитрий Волошин взял идею Дарьи на контроль. Ну а мы пригласили школьницу в нашу программу, чтобы узнать детали ее инициативы. Здравствуй, Дарья. Здравствуйте. Ты записала обращение президенту по поводу строительства парка журналистов. Расскажи, откуда такая идея у тебя появилась? Вообще я узнала о линии президента, о прямой линии президента по новостям, по телевизору. И примерно в то же время показывали репортаж о гибели Бориса Максудова. И потом мне мама уже рассказала про многих других журналистов. И я решила записать такую просьбу Владимиру Владимировичу. Как ты считаешь, почему нужно знать имена героев? Ну, потому что это наша история, история России. Я считаю, что когда мы знаем героев, которые были в истории, можно построить лучшее будущее для нашей страны. Возможно, не только повторять за ними, а также можно не совершать ошибки их. То есть есть много, ну, мне так кажется, что есть много ошибок, которые совершали наши предки. И благодаря ним мы можем сказать, чтобы не было этих ошибок, допущенных в настоящем, чтобы не испортить будущее. И также нужно знать нашу историю, чтобы, может быть, даже где-то и повторять за ними, чтобы развить будущее. Как твои родители отнеслись к такой идее записать обращение, именно как отнеслись к тому, что ты выбрал именно такую телу? Когда у меня появилась такая идея, я подошла к своим родителям, рассказала эту идею. Они, конечно же, мне помогли. Но так как на видеообращение дается всего лишь одна минута, я попросила родителей как бы сформулировать более точно мою идею, чтобы вложиться в одну минуту. Ты сама интересуешься журналистикой? Может быть, пыталась писать что-то в школьной стенгазете? Ну, у нас стенгазеты такой нет, но я увлекаюсь журналистикой, мне нравится писать разные сочинения и так далее. И я бы хотела стать либо журналистом, либо финансистом, но больше всего мне нравится идея стать журналистом, потому что журналисты говорят только правду, а зная правду, можно изменить жизнь людей к лучшему. Интересуешься ли ты профессиональной журналистикой? Может быть, ты читаешь какие-то газеты или смотришь новости, может быть, какие-то тематические передачи? Ну, на самом деле, у меня просто не хватает на этого времени, потому что я прихожу со школы поздно, делаю домашнюю работу. Но иногда, когда мои родители разговаривают и разговаривают насчет журналистики, насчет событий в нашей стране, я, конечно же, подключаюсь и спрашиваю у них, что происходит вообще в нашем мире. Также я просто иногда смотрю репортажи, хорошие репортажи, даже с СВО, и мне очень нравится это. Наверное, мои самые любимые репортажи вел Борис Максудов, потому что он был добрым, веселым и всегда был бок о бок солдат. Спасибо тебе за разговор, желаю тебе успехов в выборе твоей будущей профессии. Спасибо. 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 Продолжение следует...